Ребята, всем привет, у нас новый выпуск подкаста, и сегодня в гостях у нас Александр Орлов, основатель Бульдозер Групп. Александр, привет. Приветствую. Спасибо, что пришли. Хочешь начать на самом деле с важной темы, потому что я уверен, что многие следят и знают вас как предпринимателя, но в реальности не понимают, какие бизнесы у вас есть, сколько их, сколько заведений. Можем пройтись коротенько вообще, чтобы понимание у всех сложилось. Какие сейчас бизнесы, какие ключевые? Ну, основа это рестораны бизнес, вот. Вот, заведений много, заведений сейчас порядка 150, они открываются там примерно раз в месяц, как новое заведение открывается, даже бывает чаще, поэтому сложно сейчас следить, сколько конкретно, я не могу сказать. Даже не считаете? Нет, не считаю. А ресторанным бизнесом, например, в Тануке, если мы возьмем, вы сейчас операционно управляете, или там уже полностью управление на комнате автономное? Я только стратегически принимаю решение там по открытию новых точек. Визионер такой, скажем. По открытию новых точек, по каким-то глобальным вопросам, а так там есть команда, которая полностью управляет операционно, то есть операционно я вообще не в теме, так что я даже не знаю там многих вопросов. Так, окей. Тануке, есть еще рестораны премиум сегмента, скажем так, и в России, и за границей. Это все одна команда, это один бизнес, это все разные, разные команды. Разные команды, в каждой стране своя команда работает. А если мы берем Россию, например, есть Тануки, есть рестораны более высокого класса, там хорошая девочка. Это уже другая команда. Тоже другая команда. Так, отлично. Помимо этого есть еще банные комплексы сейчас. Да. Я так понимаю, что там вообще супер-пупер премиум я еще не был, но знаю, что там за размах. У нас большой комплекс открывается вот в Казахстане через пару недель. В Москве будет открываться он летом, Орловские бани, на улице Масловки, на Нижней Масловке. На Динамо. Да, да, это уже, это все будет конец летства, по всей видимости. Вот, еще на Новой Риге мы открываем тоже загородный банный комплекс. И, значит, ну вот пока вот так. Понял. Пока вот так. Рестораны, бани, еще что-то есть сейчас из бизнесов? Нету. Все. И вот у меня возникает сразу вопрос, и я вот спрашивал своих друзей, знакомых, которые тоже следят, знают, и ни у кого нет ответа, в голове нет понимания, как вообще происходит управление, как этот бизнес развивается. То есть если смотреть, например, на Инстаграм, то постоянно есть какие-то там передвижения, путешествия, понятное дело, потому что все находится в разных точках, но нет понимания, как это вообще все работает. Я предполагаю, что 150 заведений, это довольно-таки до хрена, и есть куча партнеров, инвесторов и так далее. И вот если взглянуть чуть-чуть внутрь, как вообще выглядит сегодня вот хотя бы базово как-то структура управления, как это вообще происходит? Ну, есть бульдозер групп Россия, там есть своя управляющая компания полноценная. Так. Есть бульдозер групп Дубай, там другая управляющая компания, тоже полноценная. Есть бульдозер групп Украина, там своя управляющая компания. В каждой стране управляющая компания? В каждой стране управляющая компания, свое управление, свои отделы. Иногда они где-то пересекаются, где-то какие-то руководители отделов где-то там совмещаются, они все друг с другом общаются, но в целом операционное управление в каждой стране ведется независимо. А изначально, когда все это начиналось и открывались первые рестораны, вы изначально строили позицию того, что вы как визионер, такой управленец, лидер, а операционный менеджмент всегда кто-то на себя другой брал? Или же изначально занимались операционным управлением тоже? Ну что значит визионер? Я не понимаю этого слова. Ну визионер, человек, который просто создает концепцию, говорит, мы делаем ресторан в такой концепции, в какой-то локации. Собственно говоря, это слово не очень мне нравится, я бы его не стал употреблять. Я могу так сказать, ну я как продюсер, может быть, я больше вижу это слово. Продюсер, ну по сути в той же мере, но операционное управление всегда было на ком-то другом. Ну что значит операционное управление? Ну вот условно говоря, мы берем, открываем ресторан Тануки, у нас есть, не знаю, выбор локации вначале, да, потом... Конечно, это я согласовываю, выбор локации. То есть, окей, ну потому что ресторан-бизнес это типа супер важная история. Дальше, например, у нас начинается... Потом со мной согласовывается оборот и прибыль. Ага, финансовый план. Да, финансовая модель, скажем так, я ее тоже согласовываю. По каждому заведению отдельно или есть какие-то установленные правила? По каждому заведению отдельно. Инвестиции в это заведение тоже я, через меня проходят. Партнеры, кто участвует, тоже через меня проходят. Этапы открытия, когда запуск, да, выход на оборот и так далее, тоже это все я. И потом ежемесячные отчеты, на которых мы обсуждаем, в рамках этой финмодели эти заведения работают, превышают или не превышают там и так далее, наши ожидания. То есть это все обсуждается, в принципе, на отчетах и промежуточные и так далее. То есть много, в принципе, много, работы много. Я не то, что там езжу и кайфую. Я как бы прилетаю и целыми днями там в определенном городе, куда я лечу, я там провожу рабочие встречи, совещания и с своими сотрудниками, и с какими-то новыми сотрудниками интервью постоянно провожу. Вот, поэтому то, что вы называете словом бизионер, это не про меня однозначно. Понял, то есть руками, короче, идет ручная работа. Да, да, я не человек, который просто так, как бы где-то там сверху наблюдает и, я не знаю, там, живет на яхте там и кайфует. Нет, я как бы, я много очень работаю. Вот, я сейчас сюда ехал на машине, у меня час был, зум. То есть у меня, вот, я вот просыпаюсь, беру в руки телефон, включаю его и все, у меня понеслось. То есть именно, вот, потому что много всего, и все это надо как-то контролировать, чтобы люди понимали, что их контролируют. Естественно, я там не нанимаю официантов, не нанимаю там каких-то, как бы, линейный персонал, но там, начиная от управляющего рестораном, шеф-повара, это все, как бы, со мной согласовывается. Да, то есть даже управляющих каждого заведения согласовывает его лично? Ну, собственно говоря, в основном, да. Понял, прикольно. И я так понимаю, то, что если брать непосредственно бульдозер-групп, то, вот, российскую, например, то вы там единственный учредитель. Но помимо этого есть в каждом ресторане огромное количество партнеров, инвесторов, которые участвуют. Ну, не огромное количество, но есть, где-то есть инвесторы-партнеры, где-то их нет, по-разному. А сколько заведений своих полностью? Ну, своих, наверное, половина. Половина, а, то есть полностью, которые на свои деньги, на свое управление. Есть такие, да, да. Ничего себе. Вопрос очень интересует меня по поводу партнеров, потому что, в целом, я так понимаю, что их там не два человека, сколько примерно, вот, если брать по российской, например, сети, именно инвесторов, партнеров. Ну, много их, на самом деле, они, как бы, там есть какой-то пул определенный, да, пул, ну, можно так сказать, ну, человек 10. То есть, это, условно, те люди, с которыми вы периодичностью, некой периодичностью открываете новое заведение. Да, да, да. А как эти люди вообще подбирались, выбирались? Почему спрашиваю? Ну, это какие-то знакомые, знакомые знакомых. Как правило, если ты открываешь там ресторан, он работает успешно, то на тебя выходят люди, которые хотят стать твоим партнером на другие проекты. А я, и этот человек может быть любой, или это должен быть обязательно знакомый, например, инвесторам? Вот у меня есть пара миллионов долларов, я хочу открыть заведение, могу прийти искать. Ну, мы встречаем, нет, есть, просто приходят люди, которых я не знаю от знакомых, но никто за них никаких гарантий не дает. Приходят, мы встречаемся, общаемся, смотрим друг на друга. Если как-то есть какая-то минимальная симпатия, да, и ты понимаешь, что человек адекватно общается, то я ему объясняю, как мы работаем, во что я вникаю, во что он должен вникать, за что я отвечаю. Какие зоны ответственности там и так далее. Мы это все четко обсуждаем, а потом кладем это на бумагу. То есть, условно, партнер, он не просто инвестор, который зашел, отдал деньги и получает теперь свои дивиденды. В основном это так. А, в основном это все-таки так. То есть, полностью управление... Ну, естественно, вот как раз мы людям, которые хотят управлять тоже, мы это объясняем им, что у нас не получится управлять вдвоем. Управляем мы, они вкладывают деньги. Интересно. А деньги берете, вот, условно, просто по внутренним ощущениям или есть какие-то еще критерии? Почему спрашиваю? Года полтора назад, я помню у прекрасного видеоблогера Алексея Навального, я видел видео, в котором он там рассказывал про ваши рестораны и то, что у вас там есть инвесторы среди... Навальный. Да, Навальный, про вас есть ролик, ну, не про вас, а про чиновника, я не помню, честно говоря, имя, но там упоминаетесь вы и то, что он, вот этот чиновник сам является инвестором в ваши рестораны. А, понял, понял, это, наверное, было про Метельского. Ну, я, честно говоря, не помню, сам я просто сейчас вспомнил, ну, типа, вот, например, этот чиновник получается, чиновник, у него деньги откуда-то взялись, и для вас, например, это является стоп каким-то, стоп-словом, что с таким человеком не надо работать, или все равно... Это его проблема, на самом деле. А, то есть, очень неважно. Мне все равно. Ну, а как-то вот какие-то, может быть, я не знаю, репутационные издержки, вот, например, когда тогда всплыло, сразу возникают вопросы, о, типа, Орлов работает... Не, ну, во-первых, то, что всплыло, это вопрос еще недоказанный, да, поэтому... Ну, это предположение, условно, да. Предположение этого, как вы его называете, видеоблогера, вот, а так вообще, по большому счету, ну, конечно, если там какие-то преступно нажитые деньги, конечно, мы, ну, не будем с этим человеком работать, естественно. Вот. Который вы смотрите и вообще обращаете внимание. Какие-то софт-скиллы или еще что-то. Или просто пришел денежный мешок, который вроде веселый и по вайбу подходит, и с ним можно делать дела. Ну, да. Ну, мы же, я говорю, мы прописываемся, у нас есть соглашение между нами, у нас есть акционерное соглашение, да, акционерный договор, который находится именно между нами в юридическом юрлице, это юридический документ. Поэтому мы сначала обсуждаем устно, потом все кладем на бумагу и начинаем работать. И даже если в какой-то момент партнер, инвестор говорит, такого не было, я не помню и так далее, мы говорим, вот это все прописано, если тебе не нравится, можем идти в суд и в суде это решать и так далее. А были суды? Не было. То есть всегда получается договариваться, понял. Еще вопрос по поводу инвестиций, то есть люди вкладывают деньги, у вас со всеми одинаковые доли, условия или это все зависит? Здесь все по-разному, зависит от концептов, от страны, как договоришься. А какой вообще сейчас у вас самый любимый ресторан из вашей системы? Ну, нет, у нас такого нет. У меня есть там бренд, который мы довольно активно развиваем по всему миру, это Гая, греческий ресторан. Мы скоро Москве его откроем, в Лондоне подписали, там еще в других странах. Вот этот, наверное, такой самый интересный, на мой взгляд. Гайз, скорее всего, среди вас есть много начинающих предпринимателей, которые посмотрели мой подкаст, вдохновились с историей успеха моих гостей и тоже решили попробовать себя в бизнесе и реализовать что-то свое. Так вот, помню себя, когда я только начинал заниматься бизнесом, действительно не хватало информации, я собирал ее по крупицам, ее было очень мало. Я прямо страдал за каждое вообще полезное знание. Сегодня все поменялось и сегодня информации в интернете очень много. Но что интересно, именно крутейшая, точечная, качественная информация в дефиците до сих пор. Особенно нет мест, где ты можешь зайти и четко получить ответы на все свои вопросы. Так вот, ребята из АмаСРМ решили эту проблему. Они запустили канал, который называется Амаблог, где они освещают актуальные темы для тех, кто только пришел в свой бизнес или вообще только думает о нем. Что самое интересное, это не скучные лекции или видео уроки, это мультик про обезьяну, которая решила запустить свой первый бизнес и на своем собственном опыте собирает все эти ошибки и проходит этот путь. Как выбрать нишу, как привлечь деньги в свой бизнес, все эти актуальные темы, которые волнуют всех, кто только оказался в этой бизнесовой среде. Мы с командой и сами часто используем продукты АмаСРМ, а здесь ребята сделали еще одно благое дело для предпринимателей. Учитывая то, что каналов по бизнесу очень мало, качественных каналов сосчитать по пальцам можно. Ребята точно делают классный продукт, настоятельно советую вам прямо сейчас перейти по ссылке в описании, подписаться и посмотреть их ролики. Погнали! У меня создается ощущение такое, что если вот, ну, есть разные рестораторы, кто-то начал заниматься там едой, не знаю, там Березутских взять, например, Твинсгарден, которые, они вот фанатики прямо именно еды, вот именно они там овощи сами там выращивают, там моют их и так далее. А на вас, смотрю, и такое создается, типа, хардкор просто бизнес, и это просто ресторанный бизнес, это просто бизнес-юнит, который приносит деньги, и глобально сама, как будто создается ощущение, что именно сама вот эта культура трапезы еды не очень интересна, то есть такой холодный расчет и с партнерами, и с инвесторами, и просто в ресторане. Не-не, ну, должно, еда это первое, что должно быть в ресторане, самое главное, должно быть вкусно. А вы эксперт в еде? Да. Как считаете? Да. Просто опыт нажитый или какие-то, я не знаю. Да, и опыт, и, ну, опыт в основном, естественно, да, да, ну, то есть я могу сразу внешне оценить визуально и по запаху, и даже визуально по фотографии оценить там достойно это, ну, именно внешне там интересно это блюдо выглядит или неинтересно. А обучение какое-то тоже все, нет, я просто слышал много раз с вас то, что все обучение это хрень, нужно на практике всему учиться. Ну, как обучение, ну, есть шефы, которые, собственно говоря, имеют потенциал, есть у них талант, собственно говоря, да, талант, но они ненасмотренные, да, и мало, скажем так, опыта. В этом случае мы, когда это видим, да, мы пытаемся им объяснить, мы их берем в какие-то заграничные поездки, гастротуры, показываем им какие-то интересные рестораны, вот недавно ездили. То есть, по сути, обучаете их? Да, по сути, мы их обучаем и повышаем их насмотренность. Недавно возили их там в Мадрид, Париж, ну, была большая поездка, только закончилась недавно, там было шесть человек с разных стран, вот. Поэтому мы вкладываем в наших сотрудников, если видим, что они готовы развиваться. А вообще в целом, вот, например, поиск шефа в ресторан, это тоже ваша задача или есть какая-то команда специальная? Есть команда, там, которые ищут, хантеры есть, чары. А финальное слово все равно за вами в точке зрения шефа тоже. Да, мы принимаем дегустацию у него, я лично потом обязательно общаюсь, вот, и после этого принимаем решение. Интересно, вот с точки зрения обучения, я смотрел, короче, шоу какое-то было, где вы ездили в какую-то забегаловку, заведение, а-ля типа там японско-корейский ресторан, и, короче, меняли его. Ну вот, и мне понравилось очень то, что вы заходите в ресторан сразу, и сразу видите, так, это хрень, это хрень, это хрень, это надо исправить. Вот это что, это софт-скиллы или это просто исключительно опыт? Опыт-опыт. Только опыт? Только опыт. А вообще, вот, если мы берем, например, тему бизнеса, я просто, мне очень интересен вопрос от этого обучения, сейчас это очень актуальная тема, и там миллиарды на этом зарабатываются. От вас буквально в каждом видео слышу, ну, что это хрень там и… Нет, это хрень, когда обучением или каким-то прокачкой, скажем так, или коучингом занимаются люди не из бизнеса вообще, таких очень много. А мне кажется то, что это просто этап эволюции определенной, то есть, условно, если взять, например, Штаты, там же сегодня много бизнесменов, миллиардеров, которые учат, но изначально это тоже проходило этапы, как бы, трансформации, что… Да нет, но там достаточно просто аферистов, которые не бизнесмены и не миллиардеры, а просто коучи, которые стали богатыми за счет того, что они коучи. Ну, вот, вы же психолог по образованию, психолог может помочь человеку больше денег зарабатывать? Нет. Не может? Не может. Ну, решив какие-то внутренние проблемы, там, не знаю, какие-то там отношения с родителями… Психолог должен создавать условия для изменений, это самое главное, да, тезис. Вот, условия для изменений. А какие изменения там дальше произойдут, это уже сложно сказать. Но он же является таким неким катализатором, который помогает, правильно? То есть, условия же… Вот он создает условия, он катализирует процесс, чтобы процесс запустился. На мой взгляд, есть люди, которым суждено стать предпринимателями, и они ими становятся. Так. А есть люди, которые хотят стать предпринимателями, потому что это, скажем так, тренд, да, и они хотят бабла, как бы, да, зарабатывать. Но, как бы, им не суждено стать предпринимателем. Потому что у них характер и темперамент не предпринимательский. А в чем, где отличие? Темперамент изменить в человеке практически невозможно. Характер очень сложно изменить тоже. Вот. И они думают, что если они пошли на какие-то там курсы, на какие-то прокачки, куда-то еще, вот они там походят туда три дня, выйдут оттуда и станут супер продвинутыми, прокачанными. Это не так. Ну, не так. То есть им надо просто вытащить мозг и поставить мозг предпринимателя. Совершенно разные вещи. А по каким, например, вы смотрите на человека, на что смотрите, чтобы сказать, предпринимательным или нет? Или, опять же, просто... Не, ну, ко мне приходят уже какие-то управленцы, уже как бы с опытом, как правило. И то мы видим, бизнес-ориентированный там человек или нет. Есть у него творческие какие-то моменты, да. Творческий он развит или нетворческий развит. Хороший он организатор или нет. Жесткий он или нет. Чувствует он, понимает, о чем он говорит. Чувствует он, интуиция у него есть или нет. Мы это сразу видим в течение там месяца, как правило. Я не то, чтобы пытаюсь защитить инфобизнес, просто мне вот интересно. Вы же когда начинали, у вас там наверняка какие-то друзья были предприниматели. Среда была такая в те времена довольно динамичная, жестокая. И она заставляла что-то делать. А если сейчас взглянуть на происходящее, то такие слишком лакомые условия. Ну, реально, в целом все у всех хорошо, работы много. И мне кажется, что вот эти образования и вот эти какие-то тусовки, они могут как раз создать просто среду для того, чтобы запустить, опять же, вот эти изменения и подстегнуть предпринимателей те же самые получения. А зачем многие хотят стать предпринимателями? Это что, какой-то путь к счастью? Я не понимаю, почему вот это такой тренд сейчас, и все к этому стремятся. Это не делает человека счастливым вообще никак. Человек может работать водителем и быть счастливым, или официантом, или, не знаю, вообще домработницей быть, или домохозяйкой, кем угодно. Вот, поэтому я не понимаю, почему все так хотят стать предпринимателем. А можно, на самом деле, мне кажется, я никогда в жизни не работал по найму, вот. Мне кажется, это такая кайфовая жизнь, когда ты просто работаешь по найму, ни за что не отвечаешь особо. Да, у тебя есть какие-то там задачи, цели, ну, выгнали тебя, а ты устроился в другую компанию. Вообще кайф. Вот я бы даже вот какой-то эксперимент сделал, пошел бы где-нибудь, поработал наемным сотрудником, каким-нибудь управленцем, там, или еще кем-то, мне было бы очень любопытно. Как это вообще, какая это вообще вот... Что в голове происходит. Какое, да, что в голове происходит, что вообще, и не только в голове, а вообще, вот как ты себя чувствуешь, работая по найму. У меня вот один знакомый, он там тоже работал, у меня были какие-то свои бизнеса, потом он устроился работать управленцем в одну компанию, и он говорит, такой кайф, вообще просто кайф. Мне кажется, это очень сильно расслабляет. Ответственность в разы снижается. Ну, у тебя есть какой-то начальник, но если начальник у тебя мягкий и добрый, и с тобой в хороших отношениях, то вообще кайф. Получаешь деньги, получаешь какие-то премии, кайфуешь. У тебя вечер свободный, ты не паришься, у тебя там нету каких-то загонов и так далее. Отпуска. Вообще круто очень, вообще очень круто. Я вот прям, честно говоря, сейчас смотрю на многих управленцев таких, которые в таких больших корпорациях работают, крупных, там они еще и деньги хорошие пускают. Особенно там за рубежом, например, да. То есть они, во-первых, никуда не торопятся, им некуда торопиться. Во-вторых, у них такая корпоративная культура такая, что желательно там решение принимать такие диффузные, да. Чтобы не было там... Чтобы просто процесс шел. Чтобы на тебя ответственности не могли там тебя обвинить в том, что ты там принял решение, которое ошибочное, да. Вот они стараются их вообще не принимать. То же самое, это такая же каста, это там лидеры стран европейских. Там вот приходят некоторые во власть, люди тоже такая у них, как бы корпоративная культура, да. Все такое спокойное, неторопливое, никто никуда не торопится. И острые решения никто не принимает. Ответственность я никто не хочет брать. Вот. Нужно в локдаун страну ввести, пожалуйста. Наоборот, это хорошо. Ввел в локдаун страну, все закрыл, ответственность снялась у тебя. И все. Во всем ситуации, да. Но, говоря просто предпринимательство, почему хотят, смотрят, не знаю, на вас смотрят, видят яхты, дорогие машины, часы за полмиллиона долларов, тоже хотят. То есть, это как же, ну, побрякушки все смотрят на Голливуд, как я не знаю, я раньше... Ну, а зачем это не делать людей счастливыми, наличие этих побрякушек? Все равно, я вот в детстве смотрел, на MTV была программа «По домам» называлась. И там ходили к звездам, и дома их смотрели, там, они показывали свои замки, особняки, и все равно у тебя появляется желание. Ну, меня тогда не подстегнуло. Ну, это уже такой, это маркетинг уже такой мировой работает. Ну, да, так вот это же туда и ведет, и сейчас, условно, там, смотрят, в России, например, в Америке тоже давно тренд предпринимательства, в России, например, смотрят, то, что вот предприниматели, там, компании создают, респект, уважух со звездами общаются. Ну, это мало кому дано, именно, вот, правда, мало кому дано. Ну, вот, у меня есть ощущение, что как раз очень многих это в спящем режиме. То есть, куча предпринимателей, которые стали, там, предпринимателями в очень взрослом возрасте, например, там, не знаю, Андрей Кривенко, это вкус вел. Вот он, там, начал заниматься бизнесом, там, в сорок с чем-то лет, и сейчас это крутая компания достаточно. И, по сути, он до этого, кстати, был как раз в корпоративном сегменте, работал каким-то топ-менеджером. Мне интересно отношение вот про, двоятся мнения, потому что одни говорят, то, что надо ходить, там, не знаю, получать образование, там, тренинги, коучинги, потому что это все стимулы к какому-то развитию, а другие говорят, нужно пройти свой путь. Вот у меня лично у самого такой вопрос. С одной стороны, я, там, до определенного возраста вообще, там, книжки не читал, ничего не учил, просто на практике получал какой-то опыт, и вроде что-то получается, что-то не получается. А с другой стороны, я думаю, может, мне нужно, наоборот, больше учиться, там, ходить на какие-нибудь обучалки, курсы проходить. И вот интересно понять, что здесь есть плохое, а что здесь есть хорошее в этом. У вас как опыт предпринимателя на практике большой. Какое мнение? Что хорошего в этом? Может, есть хорошее что-то в этом? Ну, в этом хорошее, если ты кайфуешь от этого. А если это вразрез идет с твоими принципами жизненными, с твоим внутренним графиком каким-то, с твоими вообще, ну, с тобой как с личностью, а многие не кайфуют от этого, загоняются, загружаются, болеют. У них вот эти вот синдром усталости какой-то, да, и так далее. То, значит, не его. А у вас сегодня был синдром усталости? Нет. Выгорание? Вообще никогда? А как такое возможно? Ну, я такой быстрый, я очень динамичный сам. Я задал высокий очень темп, в котором живу. Мне, в принципе, этот темп не дает даже времени на какие-то, скажем так, негативные мысли. Потому что у меня нет времени на это. Вот и все. А как вообще день строится сейчас? Со скольки до скольки в работе? Ну, я просыпаюсь, и как только у меня включается телефон, сразу работа начинается. Даже если я еще не встал. И до победного? И до победного, да. Отключаю телефон, работа заканчиваю. Ну, где-то в 2 часа ночи я ложусь где-то в час-два, а встаю в 10 утра примерно. А вопрос интересный. Вы как психолог по образованию, что приводит к выгоранию, на ваш взгляд? И вот у вас не было никогда. Для меня это мистика, то есть. У меня кризисов никогда не было, если честно, вообще. Внутренне? Нет, ну, говорят, там, кризис, там, по-моему, 30 лет. Среднего возраста? Кризис 40 лет. Кризис, там, не было никак кризис вообще. Даже намек или вопрос, что был кризис? Нет, ну, может, был какой-то там, когда я был подростком, да. Тогда были какие-то непонимания, непонятки. Я там не понимал, куда идти, что делать и вообще, кто я и что я. Но это было там, когда мне было 17 лет, может, 16, 19, не помню. А во сколько лет стало четкое понимание уже, что все, я предприниматель и по-любому. Ну, не то, что предприниматель, но я там... Предприниматель – это человек, который с детства что-то пытается замутить, придумать, где-то заработать и так далее. Вот если это есть жилка такая, значит, он будет... Ну, предприниматель не обязательно, который на себя работает. Он может быть хорошим управленцем, хорошим топ-менеджером, работать на компанию, хорошо иметь бонусы, зарплаты, процент с оборотой и так далее. Это тоже предприниматель, собственно говоря. А если мы возьмем предпринимателя первого, я услышал ответственность. То есть предприниматель – человек, который на себя ответственность берет. Да, все верно. Это главное. Брать на себя ответственность по принятию решений. И как бы по тому, что это может быть и ошибка, да, и брать на себя за это тоже ответственность нужно. За свои ошибки. Да. Так, что еще отличает предпринимателя от человека просто... Видеть проблему в первую очередь в себе, а не во внешнем мире и не в своих каких-то там сотрудниках. Даже если накосячили твои сотрудники, ты виноват, что их нанял на работу. Поэтому в первую очередь во всем виноват ты. Вот все, что с тобой происходит в бизнесе, во всем ты виноват, если ты предприниматель. Если ты как бы владелец бизнеса. А какие-то аспекты, вот это понял, какие-то аспекты мышления, там, не знаю, тоже сейчас модная тема, там, позитивное мышление, еще что-то. Излишне позитивное мышление, это, на мой взгляд, неверно. Есть какие-то... У меня вот недавно были, был там один руководитель, да, у него, как я это называю, нездоровый оптимизм, да. Это тоже ненормально. У него нездоровый оптимизм. То есть он выдает желаемое за действительность, и он верит сам в то, что вот это будет так. А потом, как правило, процентов 90 случаев, что происходит по-другому, а его ожидания как бы... Разрушаются. Разрушаются. Но он говорит, а, ну это даже хорошо. Это еще один аспект, да, вот этого нездорового оптимизма. Ну, хорошо, что вот так вот случилось, это хорошо. Во всем видят плюсы. Позитивный такой подход ко всему, это тоже нездоровый, на мой взгляд, оптимизм. Поэтому я считаю, наоборот, нужно скептически ко всему относиться, да. И готовиться к худшему. Да, все верно. Надеюсь на лучшее. А вот это тоже в ту же сеть. Да, и всегда надо мыслить на несколько ходов вперед, это важно, да. То есть должно быть несколько вариантов событий, там, если все хорошо, это одно, если все плохо, значит, у тебя должен быть другой план действий. Должно быть несколько планов всегда, при любом раскладе. А вот, например, когда ты готовишься такой, не то, что даже это не пессимистично, это скорее такой реалистичный подход, когда ты рассматриваешь все варианты, и хорошие, и плохие. Нет такой истории, что когда ты готовишься к самому худшему варианту, ты сам к себе притягиваешь это. Нет, нет, нет. Это все бред. Да, да, конечно. А мысли материальны? Страхи материальны. Вот это интересно, в каком плане? Ну как, если ты имеешь в голове несколько многоходовок разных, да, это же не страх, это твоя стратегия. Так. А страх – это ты боишься, например, потерять деньги, ты боишься, что тебе там будет изменять твоя любимая девушка, ты боишься, что тебя кинут или ограбят, или что-то еще случится. Это именно конкретно прямые страхи. Вот прямые страхи, они материальны, на мой взгляд. Почему это так работает, на мой взгляд? Ну, мне кажется, что это притягивает как раз вот эти неприятности, о которых ты все время думаешь. Ну, я понял. То есть, условно, разница в том, что одно дело, когда это холодный расчет и несколько ходов разных, а другое дело, когда это как навязчивая идея. Да, да, ну как у мужчин, который думает, что вот у меня сейчас не будет эрекции. Со всеми, наверное, такое было. Ее раз и нет в этот же момент, как ты начинаешь об этом думать. То же самое со всеми остальными страхами. Это на самом деле интересно. У меня история была в жизни, в которой я прямо очень согласен с этой идеей. Я экстремальным спортом занимался по молодости. И у меня все мои травмы всегда были, когда я стою и думаю, сейчас я упаду, короче. Да, все верно. И я ломал обязательно в этот момент полную руку. Все верно. Я тоже занимаюсь экстремальным спортом. И даже если просто спортом занимаешься каким-то, да, если ты думаешь, сейчас вот я поеду. И, например, если на мотоцикле даже ездишь, на байке, да, нельзя думать, что ты сейчас упадешь во время того, как ты едешь. Потому что ты упадешь точно. На лыжах то же самое. Наоборот, вот эти страхи, они как раз… Ты начинаешь просто некоторые моменты, которые механические, автоматические, ты их, скажем так, разбираешь на молекулы, у тебя из-за этого тормозится все. То же самое, если ты боишься, что ты не заснешь. Вот ты ложишься и думаешь, блин, я сейчас не засну. И ты не засыпаешь. Потому что начинаешь думать, так, в секунду, когда ты начинаешь засыпать, ты начинаешь думать, как ты сейчас засыпаю, вот этот момент перехода, думаешь о нем, и тоже у тебя сон нарушается. И вот сейчас собирая все эти факты в пазл, вообще в целом вы за рациональное такое мышление или больше интуитивный подход? И то, и другое. И то, и то, а как это, где вот игра? Если интуиция все-таки, если в каких-то моментах ты чувствуешь, что делать не надо, лучше поверить своей интуиции. А вообще, вот насколько для вас интуиция большой вес имеет? У меня почему-то ощущение, что большой. У меня очень большой роли играет, да. Вообще в любом принятии решения. А вот если, например, математика и таблица говорит, что надо вот так, а интуиция говорит, что это какая-то херня. Вроде там бабки есть там. Я раньше слушал голос разума, а сейчас понимаю, что надо слушать интуицию. Реально. То есть даже если математика говорит, что там бабки, а внутренний голос говорит, что нет. Да, да, да. Клево. А вот, например, когда, ну, вот интересная ситуация, если, например, интуиция говорила одно, а и получилась ошибка. Какое в этот момент отношение к этой ошибке? Внутренний голос обманул, подвел или что? Ну, как правило, у меня, я наоборот, не слушаю интуицию больше, а слушаю именно голос разума. И зачастую я вижу, что надо было слушать интуицию. Вот, кстати, у меня такая же история, я сейчас на себя просто перекладываю. Когда интуицию слушаю, не вспомню ни одной истории, когда подвела, а наоборот, когда было 100%. А при выборе человека и при вот там менеджера какого-то, руководителя, тоже интуиция или важны какие-то его навыки профессиональные тоже? То же самое. Если интуитивно чувствуешь, что человек крутой, а на бумаге он, ну, вот, прям не то. Не, ну, тут надо смотреть на его опыт обязательно. Если там он должен уже прийти прокачанный с хорошим опытом и так далее, с хорошими именно способностями, да. И тут уже ты должен понимать, твой это человек или нет. Вот, может, тебе не подойти и в своей команде не сработаться, да, с тобой. А в другой компании он, наоборот, будет суперценным кадром. По-разному. У всех разные культуры, корпоративные подходы. Хочу коротко вернуться вот к вопросу кризисов внутренних и того, что этого не было никогда. Это, как считаете, это тоже предпринимательская особенность или это личная особенность какая-то? Не, не, это моя личная, наверное, какая-то особенность. Я просто, наоборот, знаю, ну, от многих предпринимателей то, что кризисы, они, наоборот, постоянные. Многие сидят там годами на антидепрессантах и... Да не, не, мне даже иногда даже хочется понять, что это такое кризис, как бы. А, и бывают хотя бы просадки настроения какие-то? Редко очень. Вообще не бывает? Нет, почти не бывает. Какие-то, ну, может быть, что-то на это влияет или этого никогда не было? Не бывает вообще. То есть и раньше тоже, когда там... Даже с похмелья не бывает. Мне хочется немножко побыть в этом теле. А насколько вообще, по ощущениям, это и есть залог успеха? Нет, это не главное, успех-то это не в этом залог. Ну, просто, может, я тому, что там... Во-первых, я все время занят чем-то, да? Во-вторых, я на спорте постоянно. И спорт мне не дает унывать. Каждый день? Каждый день. Много... Если меня там... Не, ну, у меня бывает, например, что меня как бы надоедает какой-то образ жизни. Вот этот мой, который я там довольно комфортно живу, я там иду в какую-то экспедицию куда-то, где там палатки, лагеря там палаточные и так далее. Не моешься там по три недели, не чистишь зубы, аскезы, и все, это все уходит мгновенно вообще. Поэтому я рекомендую, если вот чувствуется какой-то наплыв негатива, надо просто уходить куда-то, и в горы, или куда-нибудь еще. У вас куча перелетов каждый месяц и постоянная работа с утра до вечера. Есть какой-то, например, обязательный план, то, что раз в неделю я полностью отдыхаю? Баня обязательно у меня. Как честно? Два раза в неделю стараюсь. Значит, после подкаста в бане тоже едут. Два раза в неделю, да. То есть, это прям как перезагрузка? Обязательно. Но это все равно там три часа, а вот именно так, что день, например, детоксер вообще не работает. Такого нет. То есть, постоянно включен. Да, да. А вот, кстати, интересный вопрос. Это особенность предпринимателя, то, что он готов 24 на 7 быть включен? А уже когда ты не включен, уже как-то тебе что-то не хватает. Неинтересно. Неинтересно, да. Ну, вот, да, здесь согласен. Мне кажется, вот это как раз такая, я, по крайней мере, на своем опыте… Это как зависимость уже. Что отличает менеджера от предпринимателя? Потому что менеджер, он в 6 выходит, он выключил телефон и забыл, а ты не можешь услышать. Не, ну, я стараюсь тоже, когда я уже там иду на ужин с друзьями или там еду домой, я уже стараюсь как-то так спокойнее, да, не думать просто о работе. И удается? Удается. Но я переключаюсь на общение. То есть, даже все равно вот… Да, переключаюсь на общение больше. Спасибо большое, Александр. Ребята, обязательно подписывайтесь на канал, врубайте колокольчик и пишите вопросы к Александру. Можем сделать, что возьмем 2-3 вопроса, и я пришлю их и ответим в комментариях, окей? Короче, выбираем 3 лучших вопроса, которые вы в комментариях напишите, и Александр обязательно ответит на них. Все, ребят, всем спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое.